огромные массивы камней образующие идеальные пирамиды мы все видели самые узнаваемые египетские постройки и примерно представляем что находится внутри них но что находится под пирамидами оказывается под египетской землей загадок не меньше чем на поверхности с вами топ хайпа в этом выпуске вы узнаете что за странные вещи происходят и находятся под пирамидами прямо сейчас тайна пирамиды гизы 10 ноября 1993 года часовой документальный фильм загадки сфинкса был показан в прайм-тайм для 30 миллионов зрителей соединенных штатов этот фильм даже стал обладателем премии эмми за самую сложную проделанную работу работа была посвящена масштабным геологическим и сейсмическим исследованиям проведенных вокруг пирамиды гизы с 91 по 93 год команды египтологов во главе с джоном энтони уэстом то что джон и его команда обнаружили во время этих исследований шокировало всех при записи геологических данных было выявлено что сфинксу не четыре с половиной тысячи лет как было принято считать на гораздо больше возможно даже больше 10 тысяч лет то есть он находился на своем месте еще с тех времен когда египетская цивилизация которую мы все изучаем в школе еще не существовала также эти исследования помогли обнаружить огромную сеть не найденных ранее тоннелей и комнат прямо под свинксом и глубоко в песке зрители историки со всего мира задавались одним единственным вопросом что это все значит какие секреты могут хранить все эти необследованные катакомбы в это же время другая команда немецкого инженера рудольфа геттенбрика запустила небольшого робота снаряженного камерой в узкий тоннель 20 на 20 сантиметров внутри великой пирамиды гизы робот прополз достаточно недалеко всего через 60 метров он наткнулся на тупик перед ним была самая настоящая дверь из материала напоминающего мрамор или известняк но самое странное в двери имелись две медные ручки такой металл как медь не находили больше нигде кроме великой пирамиды гизы она же пирамида хеопса факт того что на огромной глубине исследовательский робот наткнулся на дверь с медными ручками буквально поставил ученых в тупик но еще больше интересовал вопрос что может быть за этой дверью любопытно что египетское правительство назвала дверь обманкой и запретила дальнейшие исследования несмотря на все предложения передать робота местным ученым чтобы открыть дверь и посмотреть что за ней джона уэста и его команду выгнали с территории пирамид в 1995 джон хотел вернуться и снова начать исследование но прошение было отклонено почему власти не дали ученым продолжить свои исследования возможно они что-то скрывали или считали работу бессмысленной поделитесь мнением в комментариях и смотрите дальше чтобы узнать о самом пугающем секрете и загадки древнего египта в одном из архивов была найдена запись как в 1817 году британский консул генерал сэр генри соуд вместе с итальянцем джованни к вигли обнаружили огромную гробницу на западе от пирамид гизы которая являлась входом в гигантский лабиринт из подземных переходов несчастью эти двое не были историками поэтому подземная сеть для них не представляла никакой научной ценности тем не менее истории и записи намекающие на существование целого подземного мира под пирамидами существовали на протяжении тысяч лет если вспомнить древние греческие легенды то можно заметить большое количество упоминания на земно-подземном комплексе которые назывались лабиринт рядом с пирамидой в хаваре на расстоянии около 85 километров от гизы ямвлих сирийский философ четвертого века нашей эры писал что вход в подземный мир переходов и тоннелей находится внутри тела сфинкса то есть сфинкс и есть вход но для чего же нужны были все эти длинные ходы и кто их построил электричество в древнем египте прямо под каменной оболочкой пирамида построена из разных видов известняка как гласит одна из теорий такой материал был выбран специально чтобы равномерно распределить без самой пирамиды но все подземные тоннели и переходы были выложены из гранита одного из прочнейших камней на всей земле которого по всей пустыне не так уж и много получается его явно специально привозили из-за рубежа то есть сотни тысяч тонн гранита приплывали на кораблях и переволакивались через огромное расстояние для того чтобы построить туннели внутри пирамиды согласитесь это странно ведь можно было использовать тот же известняк так вот теория гласит что гранит был выбран благодаря его специфическим особенностям он слегка радиоактивен и усыпан большим количеством кристаллов кварца вы наверняка слышали о кварцевых часах которые заряжаются от движений рук согласно теории такой же принцип был использованы авторами пирамид кварц ионизировал воздух вокруг себя его электропроводимость увеличивалась но зачем фото гиза располагается на вершине системы подземных рек в подтверждение этому есть факт что около ста лет назад река нил вышла из берегов и текла вплотную к пирамидам возможно что пирамиды были построены для того чтобы при помощи рек вырабатывать энергию посредством пьезоэлектрического эффекта мумии в песке пирамида джосера самое древнее крупное каменное здание дошедшая до наших дней она была построена около 2650 года до нашей эры является исторически первой в ряду знаменитых египетских пирамид территория храмового комплекса вокруг нее хорошо изучена тем не менее археологи исследовавшие участок между пирамидой и сухим рвом вокруг нее наткнулись на совершенно неожиданную находку в непосредственной близости от культового строения ученые нашли несколько десятков мумий причем просто закупанных в земле несколько забальзамированных тел находились в деревянных гробах украшенных надписями и рисунками по мнению археологов надписи не образуют связанного текста видимо расписывавший гробой художник был неграмотен и просто пытался воспроизвести то что увидел данные захоронения принадлежали людям незнатного происхождения а погребения были осуществлены в период когда территория египта находилась под властью персов а затем была завоевана александром македонским больше всего ученых поразило то что мумии пролежали в песке четыре с половиной тысячи лет и все равно сохранились до наших дней розетский камень розетский камень это фрагмент древнеегипетской стелы на которой высечен священный указ об учреждении культа 13-летнего египетского царя птолемея надпись была сделана в 196 году до нашей эры камень был обнаружен в прибрежном городке эль-рашид во время египетского похода наполеона в 1799 потерпев поражение в африке наполеоновские войска отдали находку англичанам сейчас камень можно увидеть в британском музее лондона и он является популярным экспонатом но чем же он так примечателен дело в том что на розетском камне были выбиты три текста идентичные по смыслу но написанные древнеегипетскими иероглифами египетским дематическим письмом которое использовалось для повседневных целей и на древнегреческом языке надпись на камне вполне обычная для того периода но камень приобрел чрезвычайно историческое значение в рамках современной европейской египтологии комбинации алфавитов на камне позволила жану франсуа шампальону расшифровать и начать читать египетские иероглифы в 1820-х годах дешифровка иероглифов открыла языковую и текстовую культуру целой цивилизации которая вела исторические литературные и административные записи более трех тысяч лет хотя другие надписи и факторы также играли важную роль в первоначальной дешифровке розетский камень притянул общественное внимание и стал символом всех попыток изучить другие культуры и даже другие миры он оказал такое влияние что даже космический зон запущенный европейским космическим агентством в 2004 назвали розетта черные ящики одна из самых странных и непонятных находок обнаруженных рядом с пирамидами к югу от гизы 24 пустых черных ящика из гранита ученые были шокированы филигранностью работы по твердому камню и до сих пор остаются в неведении по поводу предназначения этих ящиков сделанных более трех тысяч лет назад найденные ящики имеют длину около четырех метров ширину чуть более двух метров и высоту чуть меньше трех с половиной метров вес каждого по приблизительной оценке не меньше 65 тонн а вместе с крышкой все 100 стенки гранитных коробов идеально подогнаны и также идеально отполированы как снаружи так и внутри они сделаны на самом высочайшем уровне современных технологий у древних египтян просто не могло быть техники позволившие изготовить эти сооружения умелость резки камня с точностью до нескольких микрон настолько поразительно что некоторые эксперты даже шутят что готовы поверить в то что ящики не были построены для египетских фараонов а фактически были оставлены на земле инопланетной расой и просто присвоены фараонами для своих нужд реальная цель и функция ящиков остается неясны но они были явно важны поскольку они были вырезаны с такой точностью что могли оставаться воздухонепроницаемыми на протяжении многих тысячелетий древний вертолет и танк что вы здесь видите видите ли вы иероглиф который подозрительно похож на современный вертолет любители конспирологии утверждают что это свидетельство того что древние египтяне видели и знали как выглядят современные вертолеты и другие транспортные средства рядом с вертолетом энтузиасты углядывают приземистый танк с длинной пушкой под ним то ли грузовой самолет или подводная лодка особо впечатлительные видят в правом углу радарную установку с тарелкой антенны по мнению таких людей техника явно не соответствующая времени подкрепляет гипотезу что древним египтянам досталось кое-что ценное от некой развитой цивилизации существовавший прежде загадка древнеегипетского вертолета была решена археологами мюнхенского института египтологии в девяносто втором году изучив картинку ученые пришли к выводу что ее дорисовало время оригинальная резьба была сделана во время правления фараона сети первого а затем спустя некоторое время их заштукатурили и вырезали новые иероглифы так поступали много раз фараоны таким образом присваивали себе чужие пирамиды и храмы за тысячи лет поверхность деградировала и штукатурка отпала проявив обе резьбы что привело к такому эффекту перекрывающихся иероглифов сколы добавили детали так техника обрела современные черты на самом же деле все эти конструкции прежде были просто иероглифами тайный вход несколько лет назад египтянин по имени наджи обнаружил секретный ход под подвалом своего дома как оказалось ход ввел в одну из пирамид гизы копая на собственном огороде местный житель деревни аль-харамея обнаружил выложенный каменными плитами туннель который вел прямо в пирамиду хеопса археологи полагают что в древности этот ход вел в тайный храм на берегу нила однако истинное предназначение этого древнего туннеля до сих пор остается загадкой а вот наджи явно обрадовался такой находке так как теперь может водить экскурсии к древнему туннелю в буквальном смысле не отходя от дома ну а в комменты напишите верите ли вы в то что египтянам помогали инопланетяне а также если вам было интересно ставьте лайк и подписывайтесь